Отремонтировать парк Сосинки местные жители просили давно, но только в этом году выделили бюджет. Причем приличный – 65 миллионов рублей. Уже готов и проект реконструкции, выглядит все очень современно. Забор вдоль гаражей демонтируют. На этом месте разместится зона для занятий спортом – воркауты и скейт-площадки. Данная зона будет использована под размещение спортивных площадок, скейт-площадок. Площадок, тренажерных площадок, плоскостных площадок для занятий спортом. Также в парке появится амфитеатр для проведения массовых мероприятий. Все существующие тропинки сохранятся, поменяют только тротуарную плитку. Прежние столбы освещения модернизируют и добавят к ним еще несколько торшерного типа. Заменят все лавки, ни одного дерева не спилят. Более того, произведут подсадку кустарников, уберут только старые пеньки. Я уверен, что здесь жители найдут самые различные для себя способы, как отдохнуть. Уже совсем скоро мы увидим этот парк совсем преображенным, красивым и, надеюсь, чистым, чтобы жители сами тоже за ним ухаживали. Работы начнутся летом. Ко всему прочему, здесь появится игровая зона для самых маленьких – двух-пяти лет. А прежнюю детскую площадку полностью заменят. Положат новое прорезиненное покрытие, установят современные игровые элементы. Малыши, когда играют, и у старших школьников в каникулы, они здесь не знают, чем заняться. Там бегают, сшибают малышей. И если как-то зоны разделить, это будет здорово. Вот, например, как там на Радужной, да, там же много зон. И все знают, чем себя занять. Вот если здесь так сделать, будет, конечно, да, здорово. А еще в обновленном парке Сосинки появится тропинка здоровья – зона, где можно ходить босиком. Этот метод закаливания известен с древних времен. Он улучшает кровообращение в пятках. Теперь это будет доступно и для посетителей парка. Это некий такой вот новый тренд о том, что, проходя вот по всяким неровностям, соответственно, человек, ну, вот эти вот некие точки… Массаж стопа происходит. Массаж стоп, да, и как бы это все очень хорошо влияет на здоровье. Не забыли авторы проекта и о пожилых людях. Для них здесь создадут зону отдыха с навесами. Работы по реконструкции парка планируется завершить к осени. По предварительным оценкам специалистов, не позже октября. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова